Хоккейный клуб В первой федерации я зачитаю составы играющих сегодня команд Начнем с гостей Номер 33-й Чикишев Максим 96-й Ефременко Александр 7-й Умполов Виталий 8-й Горюнов Дмитрий 9-й Плотничкин Вячеслав 10-й Евчук Александр 11-й Платаринов Сергей 14-й Калишнин Владимир 15-й Савосин Максим 16-й Иванов Роман 28-й Тарасов Андрей 37-й Кудриман Алексей 53-й Мажухин Алексей 55-й Колесников Алексей 87-й Карпов Илья 93-й Старовой Антон 99-й Стенякин Вадим 93-й Шистеров Михаил Это был состав хоккейного клуба Старт И перейдем к составу хоккейного клуба Саров Инвест Номер 1-й Малов Александр 30-й Суровягин Алексей 7-й Емельянов Александр 12-й Малафеев Михаил 15-й Лиманов Сергей 18-й Поздов Игорь 10-й Поляков Константин 19-й Колотухин Евгений 23-й Еремеев Сергей 43-й Кнатов Вячеслав 37-й Федосов Денис 44-й Калашников Андрей 52-й Клепнев Сергей 55-й Савин Дмитрий 37-й Игорь Савинкин 71-й Бабнев Сергей 87-й Селякин Ярослав 89-й Парфенов Вячеслав 91-й Калинин Сергей 77-й Владислав Шошин Итак, что касается турнирной таблицы Высшей лиги Нижегородской области по хоккею Шайбы среди мужских команд То сейчас на первой строчке Как раз таки Хоккейный клуб Старт Станшаева У них 31 очко Заработанная На втором месте Дзержинский Уран 28 очков На третьей строчке Спартак Из Городца И первая шайба в воротах Хоккейного клуба Саров Инвест Прошло буквально 2 минуты И первую шайбу забрасывает Хоккейный клуб Таншаева Быстро все произошло Сейчас посмотрим Кто забросил С передачи Виталия Шайбу забросил Алексей Кудриман Номер 37 Седьмой И счет 1-0 Продолжим Рассказывать про турнирную таблицу На четвертой строчке Сейчас находится команда Кстова У них 23 очка Кстова Уходит в отрыв От хоккейного клуба Саров Инвест Два последних матча Команда выиграла Несмотря на то Что они были достаточно тяжелыми На четвертой строчке Простите На пятой строчке Турнирной таблицы Располагается Саров Инвест 17 очков На шестой строчке Команда Из Павлова 10 очков И замыкает Турнирную таблицу Команда Издания Константинова И Сокольские Медведи Вот так располагаются Команды у нас На сегодняшний момент В регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги Сейчас у нас Остается Еще два тура И начнется Серия плей-офф Саров Инвест Скорее всего попадет Либо на хоккейный клуб Кстова Который идет Чуть выше Как раз занимает Четвертую строчку Либо Сейчас Отставание от команды Из городца Совсем небольшое У команды Кстова Это три очка 26 и 23 Соответственно Может быть Что И хоккейный клуб Спартак Переместится у нас На четвертую строчку А Кстова Займет Третье место В турнирной таблице Что ж Продолжается у нас встреча Пока Саровчане Как-то неуверенно Чувствуют себя На площадке Немного неудобно Что матч проходит Сегодня Половина третьего Еще один Очень опасный момент Снова Это был Алексей Кудриман Выводит Саровчане Шайбы Своей зоны Напомню Да Что матч проходит У нас сегодня Пол третьего Поэтому Видимо Не очень Удобно Это для команды Саров Инвест Вот В Таншаево Все игры Проходят В 14.00 У хоккейного клуба Саров Инвест Обычно Это происходит В 13.00 Большое Конечно Изменение Плюс Сегодня Воскресенье Обычно Команды Встречаются По субботам Клепнев Дает На Колотухина Вход В зону Оставление Просто пытается Про краю Пробраться Ну никто И не думал Что будет легко На самом деле Шайба Занимает Первую строчку В турнирной Таблице Команда Именитая Несколько раз Становился Чемпионом Области Поигравшие Поигравшие игроки Такие как Максим Саосин В опасный момент У ворот Хоккейного клуба Саров Инвест Да Я забыл сказать вам Что Хоккейного клуба Саров Инвест Ворота Защищает Алексей Суровегин У команды Старта Александра Ефременко Проброс Шайба Будет брошена В зоне Хоккейного клуба Старт Калашников Передача на пятачок Доходит Шайба До Саровчан Ошибается Саровчане В зоне Соперника Приходится Заново Входить в зону Риманов Неточная передача Сейчас опять Опасный момент Был у ворот Алексея Суровегина Не попали По пустым воротам Кинисты Старта Калинин Проходит По левому краю И выход Один в одного Алексей Суровегин Спасает Свою команду От пропущенной Шайбы Поляков И первое удаление Будет в составе Хоккейного клуба Старт Задать задержку Соперника Руками Илья Карпов Илья Карпов Подбирает Подбирает Клепнем шайбу За воротами Илья Карпов Илья Карпов Илья Карпов Оздов Передачу На пятачок Не прошла Шайба Через коньки Лафеев Очень мало Атакует Саровчанин Бросок Поворотом И попадает Шайба Вячеслава Плотничкина В прошлом году Плотничкин Стал чемпионом Мира На универсиаде По хоккейу Шайбы Конечно Так что Есть Конечно Игроки Которые С опытом Которые Поиграли Уже На высоком уровне Напомню вам Счет пока 1-0 И у Саровинвеста Пока Все слабо Получается Розыгрыш Численного Большинства Не Не проходит Остается Несколько секунд До выхода Вот и пятый Полевой игрок Команда Старт Выход 2 в 1 Бросок Снова Суровегин Оленин Бросок Поворотом Очень много Шайба Попадает В Игроков Команда Старт После бросков Кокиного Клуба Саров Инвест Не доходя До Александра Ефременко Сейчас вот 2 минуты Можно было давать Плотничкину Потому что Селякин без шайбы Как по мне Это атак игрока Не владеющего шайбы Конечно Продолжение следует... Спасибо за просмотр! Калинин, не точная передача, сошла сейчас шайба Вячеслава Парфенова. Спасный момент. Кликнёв, пойдёт в лобогрыш, ходит за ворота, некому отдать передачу, хороший момент, с кистей бы бросил Сергей сейчас, снова атакует старт. И шайба в ловушке у Алексея Суровегина. Достаточно открытую игру показывают хоккеисты. Много моментов и у Суровчана, и с момента у старта. У старта сейчас моментов чуть больше, они чуть ярче. Снова наброс, и снова шайба достаётся Алексею Суровегину. Чувствуется, много работы будет сегодня у Алексея. Выигрывает поляков вбрасывание. Немного неточный пас. Снова бросок к воротам. Пошёл в обгрыше Калинин. Хорошая передача, бросок. И шайба отрикошечивает и попадает в оградительную сетку. Шайба в зоне хоккейного клуба Саров Инвест. Шошин. Точная передача. Вновь саровчане из своей зоны начинают атаку. Шошин. Вброс в зону и... Зажимает Александр Ефреминга шайбу. Малафеев. Хорошая передача на Клепнёва. Выход 2-1. Нет, второй догонял. Наброс. Бросок сходу. Не попадает Игорь Поздов по воротам. Вот и у Сарова есть какие-то моменты, конечно. Но реализация пока хромает. Поздов. Игорь Поздов. Просок в ближний угол. Не удается пока саровчанам. Забросить хотя бы одну шайбу. 3-2. Это опасный момент. Команда «Старт». Клепнёв. Простите, это Селякин. Хороший бросок. Хотя бы получается сейчас бросать по воротам. Создавать какие-то моменты. Вот опасный момент. Дают защитники пробраться к своим воротам. Очередной бросок. Поворотом Алексея Суровегина. И шайба от клюшки отскакивает в оградительную сетку. Суровегин. Выигрывает саровчане в вбрасывание. Неплохой момент. Шоша. Бросок по воротам. И Андрей Калашников не попадает по воротам. Хотя уже совсем пустой был угол. Вновь шайба попадает в оградительную сетку. И около пяти минут остается до конца первого периода. Клепнёв. Клепнёв. Проходит сам среднюю зону. Клепнёв. Втроём за ним бегут хоккеисты старта. Может Сергей обыграть. Хорошие руки у этого хоккеиста. Клепнёв. Клепнёв. Хорошая передача. Есть возможность забрасывать. И снова не пересекает ленточку ворот шайба. Игорь Позов исполнял бросок. Александр Ефременко спасает свою команду от пропущенной шайбы. Достаточно много моментов, на самом деле, у Сарова Но Дело пока не доходит до заброшенной шайбы Снова наброс на пятачок И два в одного выходят сейчас хоккеисты старта Бросок по воротам, мимо Не всегда, конечно, у старта все получается, но Пока, как мне кажется, момент у них поярче, конечно Наброс от синей линии Шайба проходит мимо ворот Калинин Немельянов Еще одно удаление будет в составе хоккейного клуба «Старт» За подножку малым штрафом наказан Алексей Мужжухин И отправляется На скамейку штрафников Алексей Мужжухин В большинстве Саров Инвест Не удается Саровчанам закрепиться В зоне соперника Не точная передача Шайба остается пока у хоккеистов из Таншаева Калатухин Сейчас кому подать передачу Клепнев Пошел в обыгрыш И потерял шайбу в средней зоне Еремеев Стоит за воротами Ждет Пока подберут нападающий шайбу Минута остается до Конца первого периода Вновь выводит хоккеиста старта шайбу из своей зоны Не пробрался Не удается пока в большинстве Саровчанам Добиться каких-то результатов Хотя момент и есть И вот вторая шайба в воротах Саров Инвест Как раз Алексей Мажухин Вышел со скамейки штрафников Прошел Как нож в масло Среди Защитников хоккейного клуба Саров Инвест И вторая шайба в воротах Алексея Суровегина оказывается И это перед самым Концом первого периода Да, тяжело будет сегодня Саров Инвесту Уже не первый раз Проигрывают они первый период дома Возможно дальше игра пойдет в другой стезе КОНЕЦ КОНЕЦ